И в заключение давайте разберем вот этот проект. Я в результате эту сцену довел примерно до вот такого состояния. Как видите, здесь светоотражение, шурешки анимированные, блестяшки, светяшки. В общем, все более-менее красиво. Не сказать, что суперидеально, но в принципе для RealTime вполне неплохо. Вот, соответственно, давайте мы ее разберем. Вот у меня проект Unity. Как видите, все в реальном времени крутится. И давайте расскажу, как я всего этого добился. Начнем вообще с модели машины. Я про это в прошлый раз не рассказал, но модель машины у меня высокополигональная. Там 3 миллиона полигонов типа того. То есть это совсем не гейм-реди модель. Да, вот она такая вот плотная. И я вообще ее не трогал никак. Она просто вот как была сделана, как была куплена, так я ее и поставил в эту сцену. И поскольку модель достаточно хорошая, достаточно качественная и дорогая, поэтому, собственно, и получилось вполне неплохо. Давайте я пробегусь по материалам этой модели. И, соответственно, при импорте модели я распаковал материалы через вот эту вот штуку. Extract Textures и Extract Materials. И у меня все материалы, все текстуры распаковались на диск. Вот они, все эти материалы. Здесь, в принципе, ничего супер уникального нет. Это самые обычные шейдера HDRP. Ну вот, например, CarPaint. Здесь ничего необычного, просто шейдер с небольшим металликом, с высоким смузносом. И, в принципе, здесь больше ничего нет. То есть он просто отражающий. И так, в принципе, со всеми шейдерами. Все шейдера здесь более-менее стандартные на машине. Ну, кроме светильников. Вот они. Это просто тоже самый обычный материал, но у которого включена эмиссия. Я включил здесь Use Emission Intensity. То есть я задаю силу эмиссии в физически корректных единицах. Вот, 10 тысяч у меня стоит. Ну и, соответственно, вот таким образом у меня получается свечение. Да, у меня есть свечение здесь и свечение сзади. Потому что вот это второй светение, просто другой оттенок света. И по стеклу, наверное, еще пройдемся. Здесь, в принципе, тоже ничего необычного нет. Это вот такой вот шейдер. Я поставил Surface Type Transparent. Блэндинг у меня исключен на альфу. Тут я вроде ничего особенного не менял. Соответственно, вот здесь главное. Альфа, вот эта прозрачность задается альфой нашего главного цвета. Вот здесь я поставил довольно маленькую прозрачность. Вот она, вот так вот, видите, меняется. И у меня здесь стоит Smoothness на 1. Металлика добавил для того, чтобы у меня красиво в стекле отражались блики. Вот, и, в принципе, больше ничего. Кстати, вот здесь вот в стандартном шейдере можно поставить Refraction Model. То есть мы можем добавить рефракцию. Но я просто этого не делал для того, чтобы ускорить процесс. Потому что, в принципе, здесь особо это незаметно. Но если у вас прям какие-то реально стеклянные вещи, можете вот здесь поставить Refraction Model, например, сферу. И у вас стекло начнет преломлять свет. Вот, видите, она стала. Там как будто какой-то аквариум внутри. Давайте выключим, потому что это сильно замедляет вообще рендер. То есть машина самая стандартная. И опять-таки хочу заметить, что она высокополигональная. По-хорошему, конечно, надо было ее изменить, потому что сейчас у меня тут всего накручено и примерно, наверное, 15 FPS выдавало при записи на диск. Что, в общем, неплохо по сравнению с расшифтом, например, но все равно маловато. Да, и если бы я эту машину все-таки переделал, если бы я уменьшил количество полигонов, убрал бы невидимые части какие-то этой машины, то было бы гораздо быстрее. Но, как вы видите, можно работать в том числе и с высокополигональными моделями. Никакой проблемы в этом нет. Так, теперь давайте поговорим про свет. Потому что света у меня на самом деле здесь не так много. Как вы видите, у меня здесь есть светильники волюметрические, которые из фар исходят. Это вот здесь вот у меня есть два спотлайта. самых обычных, которые стоят просто в месте фар. Давайте на них посмотрим. Это спотлайт, реал-таймовый, конический. Соответственно, здесь вот с помощью вот этой штуки я могу регулировать угол и внутренний угол. То есть самую яркую часть. И между вот этими двумя углами будет мягкий переход идти. Так, у меня стоит вот такой голубоватый оттенок, 100 тысяч люминов в светимости. Длину я сделал достаточно небольшую, потому что у меня, в принципе, рядом стенка, и там уже там камера пролетает. И самое главное, у меня включен волюметрический свет вот здесь. Который и создает, в общем, вот это вот объемное свечение. Здесь у меня, как вы видите, мультиплайер выведен довольно сильно. То есть это сила этого свечения. А вот этот диммер, в принципе, здесь не так важен, потому что у меня нет теней. Эта штука позволяет затенять свет, который проходит через какие-то объекты. Ну то есть мы можем поставить какой-то объект, и у нас будут видны тени от этого объекта, волюметрически очень красивые. И также на этом светильнике я выключил тени вообще, потому что они здесь не нужны, просто для того, чтобы ускорить процесс. Вот такие вот светильники. А остальной свет сделан по-другому. У меня есть, как вы видите, геометрия комнаты, и у меня вот эти вот штуки сделаны отдельным материалом, светящимся. Вот он, материал Light. И это, опять-таки, просто эмиссивный материал, и у него включена эмиссия, и он воздействует на глобальное освещение. То есть можно этот свет забейкать, и он будет отбрасывать мягкие тени. То есть у меня вот здесь эти светильники стоят. И, соответственно, на моей геометрии комнаты я забейкал глобальное освещение, забейкал Light Map. Потому что изначально она у меня была белая, и я хотел сделать такое ощущение какой-то светлой стерильной комнаты, поэтому забейкал для того, чтобы все было красиво. Я не уверен, что этот вейк нужен теперь на темном варианте комнаты, но все равно, в общем, он там есть, просто про это нужно рассказать. И, соответственно, это единственные светильники в сцене. Ну, кроме дополнительно еще HDR-карты, если мы вылетим вот так наружу, мы увидим, что вокруг нас есть HDR-ка, которая задается вот здесь, в Sky and Fog Volume. В HDRP всякие вот эти постэффекты и фишки с освещением делаются через так называемые волюмы. То есть я могу создать как-то Volume, я добавляю компоненты с названием Volume, и у него есть два варианта. То есть он может быть глобальный, вот здесь вот, либо локальный. Глобальный как бы действует на всю сцену, локально действует на ее часть. То есть я могу задать Bounding Box, где у меня будет действовать этот конкретный Volume. И, соответственно, у меня может быть в разных частях сцены, в зависимости от того, где находится камера, разные установки. То есть разные установки цветокоррекции, например, освещение и так далее. Ну, например, если игрок заходит в пещеру, то он заходит как бы в новый Volume, и у него там другие настройки цветокоррекции, которые поднимают экспозицию, для того, чтобы, например, глаза привыкли, которые меняют цвета, которые еще что-то добавляют и так далее. То есть в разных частях сцены у нас могут быть разные настройки постэффектов. У меня здесь есть два таких Volume. Один Volume, в нем у меня задается Override для визуального окружения, и во втором задаются эффекты постпроцессинга. Итак, вот Sky and Fog Volume. У меня здесь стоит Override, который называется Visual Environment. И как раз здесь у меня задается визуальное окружение. Смотрите, здесь можно поставить None, пустоту, можно поставить градиентное небо, можно физически корректное небо поставить. И у меня здесь стоит HDR-карта. HDR-Sky. И для того, чтобы добавить HDR-Sky в качестве источника освещения и отражений, нам необходимо добавить также Override с названием HDR-Sky. И сюда вот я просто подгрузил обычную HDR-ку. Соответственно, здесь у меня есть ее интенсивность в люксах. Могу ее делать ярче и слабее. И могу ее также крутить. Прямо вот отсюда. И, кстати говоря, важный момент, как мы импортируем HDR-ки. Смотрите, при импорте любой текстуры у нас есть такая штука, которая называется Texture Shape. И здесь по умолчанию стоит 2D. Так вот, здесь нужно поставить Cube. Даже если у нас сферическая панорама, все равно ставим Cube. И после этого, соответственно, у нас получается вот как бы правильная развертка. Unity начинает понимать, что это панорама, и начинает ее использовать. Второй важный момент. Здесь же в импорте любой текстуры у нас есть ограничители размера этой текстуры. То есть вообще неважно, какой текстур, здесь внизу есть такой параметр Max Size. Даже если вы загружаете текстуру 8К, у вас здесь стоит Max Size 2048, то есть у вас создается копия этой вашей текстуры 8К вот с таким размером. Ну и, соответственно, если вы хотите сделать какое-то супер навороченное небо, и вы понимаете, что у вас не хватает разрешения, скорее всего, это именно из-за этого. Вы здесь можете поставить другое разрешение, 4К, например, да, и у вас текстура будет больше. Так, ну вернемся. То есть у меня вот здесь стоит этот Sky, и несмотря на то, что у меня в комнате как бы этого неба не видно, все равно, если здесь я поставлю, например, NAN, то, видите, у меня комната стала немножко темнее. Да, то есть все равно немножко это влияет на отражение, поэтому в принципе он у меня включен. Но по большому счету можно было и выключить. Ничего кардинально бы здесь не изменилось. А вот важный момент у нас это Fog. Fog — это объемный туман, понятно, да, то есть мы как бы затуманиваем то, что находится вдали. Но Fog очень важен для того, чтобы у нас была возможность показать волюметрический свет. Без Fog волюметрический свет не работает. Смотрите, вот я его выключаю. Пожалуйста, волюметрического света нет. И для того, чтобы это сработало, нам необходимо включить эту галку волюметрик Fog, и, соответственно, вот так вот его включаем. Здесь вот самая важная настройка — это близость этого тумана, то есть как далеко от камеры он начинается. И, соответственно, здесь мы можем его подрезать. И давайте, раз уж начали, поговорим про постэффекты. Пост процесс волюм. Здесь точно такой же глобальный волюм у меня стоит. И здесь добавлены на него оверрайды. Значит, вот здесь видно, какие-то я эксперименты проводил. Ну, виньетку можно поставить. Я ее убрал, в принципе, она не нужна. С помощью экспозиции я кадр немножко высветлил, потому что мы работаем с физически корректным освещением. Поэтому, соответственно, нам необходимо правильно настраивать экспозицию. И здесь мы можем поставить, например, автоэкспозицию. Но я решил поставить фиксированную, да, и с помощью вот этого параметра я просто, соответственно, экспозицию меняю. Также баланс белого. Немножко увел в холодные цвета. Вот так вот. Также добавлены хроматические аберрации. Ну, вы понимаете, да, по краям кадра. Давайте я включу отображение с камеры. И вот здесь буду увеличивать интенсивность. И вы видите, у меня здесь начинает расщепляться цвета по краям кадра. И смотрите, у меня сейчас выглядит некрасиво. Я могу поставить quality high. И здесь они будут так красиво заблурены. Ну, понятно, что сейчас слишком сильно, поэтому добавляем такие хроматические аберрации. И картинка получается более вкусная, более реалистичная. Контактные тени. В принципе, их можно выключить. Видите, они особо здесь не влияют. Ну, это просто небольшие затенения там, где несколько плоскостей сходятся, несколько объектов. Так, здесь у меня была такая вот кривая S-образная для того, чтобы добавить контраста. Я ее в результате убрал. В общем, вопрос вкуса. Depth of Field я убрал. В принципе, глубина резкости здесь сделана неплохо, но она сильно, сильно, сильно влияет на FPS. То есть, это тоже пост-обработка. И, в принципе, можно ее включить. Да, здесь вот поднастроить все. Но FPS в таком случае будет там вообще несколько кадров в секунду. С этим очень неудобно работать. Можно ее настроить и включить перед рендером уже непосредственно. Если вам нужен Dove. Дальше здесь у меня стоит split toning. Да, то есть я просто тени подкрашиваю немножко таким голубоватым оттенком, а хайлайты желтоватым. Просто мне так больше понравилось. Так, микротени у меня здесь выключены. Это просто какие-то дополнительные тенюшки в местах, где у нас есть, например, какие-то нормали и так далее, где можно добавить рельефа. А вот Bloom, это штука важная. Да, Bloom у меня включает свечение на фарах, свечение на свете, свечение на вот этих вот штуках позади. Ну, соответственно, здесь, в принципе, можно поставить high, но по большому счету разницы видно не будет. Я поставил medium quality, среднее качество. Ну, и, соответственно, здесь стандартные настройки, как у любого glow. У меня есть threshold, у меня есть intensity и scatter, то есть насколько у меня вокруг наших светящихся объектов расходится это glow. Дальше у меня стоит screen space reflection, да, то есть, собственно, отражение. Если мы ее выключим, то вы видите, что у меня на машине отражений нету. Ну, точнее, они выглядят уже немножко хуже, эти отражения. И когда я добавляю screen space reflection, ну, соответственно, у меня просто получается чуть-чуть более приятное отражение на машинке. Собственно говоря, я исходил именно из этого. И ambient occlusion. Вот, можете посмотреть, здесь он у меня влияет только, по сути, на затенение салона. Если бы его отключили, мы увидели бы, что в салоне у нас довольно светло. Ну, и, соответственно, я его включил просто для того, чтобы затенить все в салоне. Вот такие постэффекты. Ничего необычного. И давайте перейдем к разным другим элементам. Про комнату я, в принципе, рассказал. А вот давайте поговорим про вот эти вот значки. Вот эти значки и вот эта полоска по краям у меня сделана на самом деле не в текстуре, сделана не в геометрии, сделана через декали. Декали – это очень классная штука. Декаль позволяет проецировать любую текстуру на любую поверхность. И эта текстура может влиять, например, на основной цвет, может влиять на нормали, то есть выгибать поверхность в том месте, куда мы ее проецируем. Она может, соответственно, светиться и может даже задавать металлик и смузнос в этом месте. Давайте я покажу, как это выглядит. Вот, например, декал прожектор. Мы создаем его вот здесь вот. Рендеринг декал прожектор. И давайте покажу. Вот у меня есть такая вот штука, по сути, баундинг бокс какой-то. И на нем у меня лежит компонент декал прожектор, и на нем лежит материал декаль. И, соответственно, вот здесь вот, в размере этого декал прожектора я могу менять размер этой проекции. Я могу двигать эту проекцию, естественно, куда угодно. И у меня просто вот на поверхность, которая проходит через этот бокс, у меня проецируется эта текстура. То есть здесь у меня вот, смотрите, лежит материал декаль 1, куда у меня, соответственно, подгружена текстура Unity логотипа. И эта текстура у меня, соответственно, проецируется на стенку. Точно так же у меня сделана вот эта полоска. Мне было лень рисовать ее в текстуре, поэтому я просто, видите, положил 4 декали прожектора по краям вдоль стены, и у меня здесь нет никакой текстуры, просто красным цветом это обозначено, и эмиссив материал. Вот, пожалуйста. И у меня получилась такая полосочка красивая. Давайте я расскажу про материалы для декалей, как они выглядят. Смотрите, есть такой стандартный шейдер декал. Да, вот здесь он выбирается, HDRP. А, вот он, декаль. И можно пользоваться, он работает точно так же. Но проблема в том, что когда мы включаем у него эмиссию, то он не использует альфа-канал нашей текстуры. Соответственно, если бы мы использовали именно этот шейдер для нашего логотипа, у нас бы просто светился целиком вот этот квадрат. Да, потому что альфа-канал не используется. Ну, поэтому я создал собственный шейдер для декалей. На самом деле все очень просто. Вот он. Я сделал его через Create, Shader, HDRP, и выбрал здесь, соответственно, какой-то граф. Вот он, декаль, граф. Соответственно, давайте я его открою и покажу, как это выглядит. Итак, вот это Shader Graph. Да, то есть это средство разработки шейдеров. Он работает, соответственно, на URP, на HDRP. И довольно удобная штука. В принципе, это должно быть знакомо всем, кто пользовался любыми шейдерами в любом пакете. Самое главное здесь это нода Master. Всегда. То есть в данном случае это декаль Master. Также есть там PBR Master и так далее. И в эти ноды мы выводим главные параметры. Ну, в данном случае у нас есть Base Color, Opacity, Normal, там Metallic и так далее, и Emission. И что я здесь сделал? Смотрите. Здесь есть такая штука, называется Blackboard. И в этом Blackboard у меня создаются параметры, которые будут видны на интерфейсе в инспекторе. Да, то есть смотрите, когда я выбираю мой материал, у меня здесь видны параметры. Exposed Properties, так называемые Properties. И здесь у меня, видите, есть текстура, здесь у меня есть Scale для UV-шек, у меня есть, соответственно, текстура для нормали, Scale нормали и так далее, и Emission. И вот эти параметры все создаются в этом так называемом Blackbox. Они создаются через плюсик. Я могу выбрать любой параметр, например, цвет, текстуру, разные вектора, то есть float здесь называется Vector1, например. И просто здесь я создаю их, переименовываю, и когда мне этот параметр нужен, я могу просто его вот отсюда перетянуть сюда и использовать здесь. Ну, соответственно, смотрите, что я сделал. У меня есть здесь текстура, вот у меня есть параметр BaseColor, я его перенес, это Texture2D, и я использую ноду, которая называется SampleTexture2D. Соответственно, я подключил текстуру и подключил UV-шки. Это просто нода UV, которая возвращает UV-координаты из набора. Я эти координаты домножаю на число, ScaleUV, и сюда подключаю к UV-шкам. Соответственно, на выходе у меня RGBA, либо отдельные каналы этой текстуры. И, соответственно, после этого RGBA я подключаю в BaseColor, а вот Alpha я подключаю вот сюда, BaseColor Opacity. Дальше вот здесь, внизу, точно так же у меня есть SampleTexture2D для нормалей. То есть, смотрите, у меня есть карта нормалей, SampleTexture. Единственное, что надо было, наверное, сюда подключить UV-шки тоже, для того, чтобы они скейлились так же, как и UV-шки нашей карты вот этой. Соответственно, либо задать какой-то отдельный параметр для скейла UV по нормалям. Дальше я беру эти нормали. Обратите внимание, SampleTexture у меня здесь стоит TypeNormal, для того, чтобы она именно как карта нормалей читалась. Дальше точно так же я домножаю эти нормали на NormalScale и подключаю в пин на Normal сюда. И самое главное вот здесь происходит, я добавляю эмиссию. То есть, что я сделал? Я, во-первых, создал параметр, который называется Boolean UseMapAlpha. И этот параметр влияет на то, что мы используем в качестве альфа. Мы используем альфа-канал нашей текстуры, либо мы используем ее интенсивность. Допустим, у нас какая-то там текстура без альфа-канала. И, соответственно, этот параметр у меня подается на ноду Brunch. Brunch – это, по сути, как ToWaySwitch, да, то есть он подключает в зависимости от вот этого параметра либо вот этот вход, либо вот этот вход True и False. И, соответственно, здесь я беру либо красный канал, либо альфа на выход. И здесь дальше точно так же у меня есть параметр Emissive, то есть, опять-таки, Boolean. Это галочка просто включаю эмиссию, выключаю эмиссию. И в зависимости от этого параметра я в Brunch'е выдаю либо EmissionColor параметр. Обратите внимание, у меня стоит ModHDR, да, для того, чтобы можно было выбирать не только цвет, но и сразу же домножать его на Intensity, то есть делать его гораздо больше, чем 255, 255, 255. Вот это для эмиссии довольно удобная штука. Либо я задаю нулевой цвет полностью. Дальше я домножаю, соответственно, вот этот цвет на эту альфу, который у меня в этом бранче выбирается, и полностью подаю его в канал Emission. Вот такой простой шейдер. И после того, как я сделал этот шейдер, у меня появилась возможность вот так вот добавлять яркие светящиеся логотипы куда угодно в моем проекте. Например, я могу сделать копию этого логотипа и поместить его куда-нибудь вот сюда. Вот так вот поместить. И у меня будет теперь на этой стенке тоже логотип Unity. Ну, почему нет? Довольно удобно работать с декалями, когда вы не на этапе текстурирования все это делаете, а прямо в проекте вы перетягиваете просто эти боксики, и все прикольно работает. Дальше, про что здесь рассказать? Про камеру. Ну, камера понятна. У меня здесь стоит доли трак в синей машине, которая просто вот так вот выглядит, по кругу ездит. У меня стоит виртуальная камера. И, соответственно, у меня есть таймлайн, на котором просто это дело анимируется. Вот так вот. У меня анимируется пассов-сет, да, то есть камера ездит туда-сюда, туда-сюда. И у меня также анимируется позиция камеры, конкретно вертикаль, вертикальная составляющая, для того, чтобы камера у меня ближе к заду автомобиля поднималась, а ближе к капоту она опускалась вниз. Соответственно, у меня получается такое красивое овальное движение. Что у меня еще есть? Свет. Ну, здесь просто у меня рефлекшн-проба лежат, планарная рефлекция, рефлекшн-проба на полу и рефлекшн-проба, соответственно, вот, которая здесь находится. Я их уже показывал в прошлом мастер-классе. И непосредственно давайте перейдем к самому интересному, а именно к шурехам. Да, шурешки — это вот такой элемент дизайна. Это такие обычные светящиеся штуки, похожие на какие-то интерфейсы, которые у нас возникают, которые подчеркивают какую-то геометрию. И в данном случае у нас здесь есть несколько видов шурешек. Смотрите, у нас есть, во-первых, стандартные шурешки, просто какие-то плоскости, которые раскиданы по машине, и там что-то крутится. И, во-вторых, у нас есть пол, который замощен шурешками. Если вы обратите внимание, здесь шурешки появляются в случайном порядке. Смотрите, появились, исчезли, исчезли, и в другом порядке появились. Ну, давайте, соответственно, я про это расскажу. И это точно так же сделано шейдером. Но самое важное, что нужно понимать здесь, для того, чтобы все это крутилось в реал-тайме, мы не можем просто взять какую-то секвенцию, подгрузить и, соответственно, ее менять. Можно написать такой скрипт, который будет брать, соответственно, файлы, png файлы и секвенции, их подгружать, но это будет очень медленно работать. Поэтому шурешки необходимо преобразовать в атласы. Смотрите, есть такое понятие, как текстурный атлас. Вот так это выглядит. По сути, в одной текстуре у меня запечены все кадры из моей шурешки, из моей последовательности. В данном случае у меня текстура большая, 4К, и у меня здесь 8 по горизонтали и 8 по вертикали. И, соответственно, у меня получается, что здесь на один кадр у меня получается 512 на 512 пикселей. В принципе, этого хватает для большинства элементов. Если вам нужно больше, то вам, соответственно, придется увеличивать размер вашей текстуры, что, в общем, тоже не всегда хорошо. Но, опять-таки, это можно сделать. Можно хоть 8К подгрузить. И прелесть этого, что эта текстура один раз подгружается вам в видеокарту, и дальше уже в видеокарте вы по этой текстуре скользите и выбираете каждый конкретный элемент из этой текстуры. И давайте я расскажу, как я сделал эти текстуры. Смотрите, у меня на самом деле есть вот такой набор. Тут вот эти квадратики, это секвенция именно кадров. Да, то есть это секвенция кадров. Каждый там 51, неважно здесь, в принципе, не так важно, сколько их. Важно то, что у меня их много. Я хочу как-то автоматически перевести все эти секвенции в текстурные атласы. В принципе, есть какой-то специализированный софт для этого. Но у нас есть Гудини, поэтому я просто все сделал в Гудини. Смотрите. Выглядит это следующим образом. Я создал копнетворк, композитинг. У меня есть нода файл, который, соответственно, подгружает нашу шурешку, нашу последовательность. И у нее стоит F3, доллар F3. То есть она подгружает именно анимированную последовательность. Вот так вот у меня здесь, видите, меняется. После этого я поставил дополнительный экстенд, для того, чтобы у меня ничего не пропадало после того, как последовательность закончена. Да, потому что у меня в конце у меня висел последний кадр. Здесь стоит вот эти hold. И после этого я пользуюсь нодой, которая называется Mosaic. И эта нода именно это и делает. Она раскладывает отдельные кадры в последовательность внутри текстурного атласа. И здесь у нас главная настройка это images per line, то есть 8 картинок по горизонтали и максимальное количество имиджей. Максимальное количество картинок. Смотрите, в самой ноде файла я поставил разрешение файла Specific для того, чтобы каждый файл у меня ресайзился до размера 512 на 512. И также, когда у меня загружается последовательность, у меня вот здесь вот в параметре файл Range Length подставляется количество этих файлов. Это количество файлов я подставляю вот сюда вот. И, кстати говоря, важный момент. Я беру секвенцию от нуля, потому что эти все шурешки из After Effects, поэтому они с нулевого кадра начинаются. И, соответственно, с помощью ноды RobFileOutput я могу сохранить этот файл в виде там PNG-файла, например. В чем проблема? В том, что это все опять-таки непроцедурно. То есть мне нужно идти сюда, выбирать название файла, сохранять, выбирать название файла, сохранять. И поэтому я воспользовался PDG, топ-нетворком, для того, чтобы сделать это автоматически. Смотрите, в топ-нетворке я поставил ноду FilePattern. Эта нода позволяет сканировать определенную папку на диске. Смотрите, что я здесь делал. Я поставил FileTypes, DirectoriesOnly, и поставил сюда путь, до папки, где у меня лежат все шурехи. И внутри этой папки у меня лежат, соответственно, вот вы видите, отдельные папки с каждой шурехой, с каждой секвенцией. И, соответственно, здесь в конце я поставил звездочку, для того, чтобы выбрать все папки из вот этой папки. Поставил Directories. Убрал Recursive, потому что иначе у меня бы и текущая папка тоже бы подошла сюда. И, соответственно, когда я здесь выбрал CookSelectedNote, у меня создалось здесь столько задач, сколько у меня этих папок на диске. Смотрите, если я щелкну средней кнопкой мыши на задачу, я увижу, что она обрабатывает. В данном случае эта задача обрабатывает папку Square1. И у меня здесь есть две переменных, к которым я могу обращаться. Первая — это общая папка моя, то есть Square, где у меня хранятся все остальные подпапки. И дальше FileName — это название папки внутри этой папки. Соответственно, каждый раз, когда я переключаю эту задачу, эти переменные у меня меняются. И эти переменные я использую в копнетворке. Смотрите, в ноде файл я сделал новый параметр, стринговый, куда я просто эти переменные загружаю. Через бэктики. Смотрите, в директоре, то есть текущая папка, дальше слэш, название файла, то есть название текущей папки. Дальше слэш, снова название этой папки, нижнее подчеркивание $F3. Почему так, да? Потому что у меня название самих файлов здесь соответствует названию папки. Просто к этому названию через нижнее подчеркивание добавляется номер кадра с паддингом 3, то есть где-то три цифры. Ну и, соответственно, вот я просто заново собрал это имя файла. Если сюда щелкнуть средней кнопкой мыши, мы увидим, что это имя файла у меня сохранилось. И дальше я просто этот параметр перекидываю сюда. В принципе, можно было бы собрать его и здесь, ничего страшного. И, соответственно, всякий раз, когда я переключаю таск, у меня будет подгружаться новая последовательность сюда. И это имя файла также используется в ноде робкомп. Я поставил вот сюда вот для того, чтобы у меня менялось имя выходного файла, потому что иначе они будут перезаписываться. Единственное, я заметил такой глюк странный, что когда у меня стоит слэш и бэктик, почему-то слэш пропадает. Я, честно говоря, не очень понял почему, а поэтому я сюда добавил еще нижнее подчеркивание перед именем файла, для того, чтобы все было правильно. Ну и, соответственно, теперь можно увидеть, что у меня имя файла будет соответствовать названию секвенции. Вот, собственно, и все. После этого я после ноды файл паттерн поставил ноду робфетч, где я просто вот здесь в робпас указал ссылку на вот эту ноду робком. И, в принципе, здесь я больше ничего не менял. И просто я щелкнул правой кнопкой мыши выбрал Cook Selected Note, либо, если у меня были какие-то изменения, можно выбрать Dirty and Cook Selected Note, и после этого у меня автоматически все мои секвенции, там 25 штук, преобразовались в атласы. Довольно удобно. Таким образом, мы можем использовать гудение не только для создания трехмерной графики, но и для конвертации картинок. В общем, получается прикольно. Вот, таким образом, у меня получились все вот эти текстурные атласы. Опять-таки, при импорте этих атласов я поставил Max Size довольно большой сюда, и дополнительно я убрал вот эту штуку NonPowerOfTwo, потому что иначе у меня бы все это ресайзилось до размера степени двойки. Ну, для того, чтобы не было никакой лишней работы, потому что у меня по вертикали, видите, файла немножко меньше, чем 4096, поэтому я эту штуку убрал, чтобы никакого ресайза не было. И вот у меня образовалась куча таких атласов. Каким же образом можно сделать шуреху? Ну, соответственно, я тоже написал для этого шейдер. Итак, давайте посмотрим. Вот, шуреха, OneMap. Значит, самое главное сердце этого шейдера это вот эта штука, которая называется FreeBook. Нода FreeBook как раз позволяет работать с текстурным атласом. Мы на вход подаем UV-координаты нашего объекта, дальше мы подаем количество спрайтов в этом атласе, то есть по горизонтали и по вертикали, в данном случае там 8 на 7 у нас получается. И после этого, меняя вот эту штуку, тайл, номер тайла, мы на выход подаем, соответственно, текстурные координаты для чтения именно этого фрагмента нашей большой текстуры. Соответственно, мы эти текстурные координаты подаем на вход UV SampleTexture и дальше мы их используем. Теперь давайте я покажу, как я сделал анимацию. Здесь есть нода, которая называется Time и на выходе у нас есть возможность просто прочитать текущее время в секундах. Либо синусоиду, косинусоиду, DeltaTime это время, которое прошло с предыдущего вызова, то есть с предыдущего фрейма. Понятно, что у нас фреймрейт может быть везде разный, поэтому DeltaTime будет меняться. Я взял просто время обычное, домножаю его на параметр скорости, у меня здесь есть параметр скорости, после этого к этому времени я добавляю какой-то shift для того, чтобы можно было сдвигать время каждой отдельной шурехи, для того, чтобы они не все в унисон были, и после этого я подаю все это дело на ноду, которая называется TriangleWave. Это очень классная нода, которая берет какую-то растущую функцию на входе, потому что у меня это просто время, это просто растущая функция и преобразует ее вот в такую пилу, которая идет вверх-вниз, вверх-вниз, она и будет идти от минус 1 до 1. Вот здесь по этому миганию видно, как это выглядит. Дальше я, соответственно, заремапил. Есть нода Remap, это полный аналог ноды, которая называется FitRange. Соответственно, здесь у меня на входе от минус 1 до 1 я заремапил от 0 до 1. Для чего я это делаю? Потому что на входе ноды филипбук у меня должен быть номер тайла, который будет от 0 до 50, например, в зависимости от количества спрайтиков. Соответственно, я просто беру число от 0 до 1 и я хочу на это число домножить общее количество кадров и тогда у меня все получится. Но помимо этого, я также сделал опцию для того, чтобы можно было анимировать вручную, потому что сейчас у меня, как вы видите, все это повторяется в лупе. Допустим, я хочу, чтобы какая-то шуреха выскочила в нужный момент и оставалась на экране. Поэтому я сделал такой параметр manual и с его помощью я выбираю один из двух вариантов либо вот это время, либо просто параметр animation, который у меня будет меняться там от 0 до 1 и который я могу запихать, допустим, в timeline. На всякий случай сюда положил fraction, то есть я откидываю целая часть, остается только от 0 до 1 в этих пределах и, соответственно, я выбираю либо это, либо это. Дальше я беру общее количество фреймов, это параметр тоже на интерфейсе, вычитаю из него единицу, потому что счет идет от 0 и, соответственно, домножаю его на вот это число от 0 до 1 и получаю номер фрейма. Ну, правда, здесь у меня будет какая-то дробная часть, поэтому на всякий случай я положил floor, то есть округление в меньшую сторону. И это я помещаю в номер тайла во флипбуке и также здесь, смотрите, что еще у меня сделано. Я добавил параметр flickbook size, разделил его с помощью ноды split, это как бы аналог там, float to vector, да, например, разделил его на отдельные параметры, поместил в ширину и высоту и также взял UV-шки, UV-координаты нода UV, заскейлил ее, потому что я могу, например, затайлить какую-то поверхность своими шурехами, да, не всегда я хочу сделать одну шуреху на поверхность. После этого я взял только дробную часть от этого скейла нода fraction, да, для того, чтобы у меня ничего там не было, никаких глюков и поместил ее в UV-координаты. Дальше сэмпл, сэмпл текстча, обычная текстура флибука, которую я взял, и, соответственно, альфу я помещаю в альфа-канал, как видите, здесь у меня стоит PBR мастер, у меня, соответственно, на альбедо идет черный цвет, на металлик 0, на смузнус 1 и у меня идет только эмиссия здесь. Соответственно, RGBA я помещаю в эмиссию, но дополнительно после этого я изменяю сатурацию, потому что у меня могут быть какие-то шурешки раскрашены и, возможно, я хочу их подкрасить самостоятельно, поэтому я добавил параметр saturation, с помощью нода saturation я, соответственно, меняю насыщенность цвета, после этого я точно так же домножаю на параметр, который называется Emission Weight, то есть сила нашего свечения, и еще раз домножаю на tint, то есть на цвет, который в режиме HDR лежит, с помощью которого я могу окрашивать нашу шуреху, и просто все это помещается в Emission. И после этого, когда я кладу материал, давайте я покажу, сделаю какой-нибудь объект, вот типа квада, так, где у меня вот квад, вот у меня есть квад, давайте я на него положу какой-нибудь материал с шурехой, вот типа такого, и как вы видите, пожалуйста, у меня на этом кваде появляется шуреха, кстати говоря, он двусторонний, я про это забыл сказать, вот здесь на ноде PBR Master есть такая шестеренка, и в которой мы можем указать тип нашего материала, здесь важно выбрать transparent, для того, чтобы он был прозрачный, и, соответственно, здесь указать two-sided, для того, чтобы он с двух сторон у нас показывался, и вот, пожалуйста, у меня теперь это шуреха есть, и здесь у меня есть настройки все необходимые, например, вручную это дело анимировать, поставить manual, и, соответственно, вот этим параметром анимировать, и анимировать его вручную через timeline, там через animation clip и так далее. Вот такой шейдер шурехе, и теперь расскажу про шейдер шурехе для пола, он примерно такой же, но чуть поинтереснее, потому что здесь я решил сделать так, что у меня будет две шурехе, и случайным образом на каждый тайл у меня будет выбираться своя шуреха, и при этом изменение этого рандома будет происходить в начале анимации всегда. Смотрите, та же самая система, но немножко усложненная, смотрите, у меня есть две текстуры, вот текстура 1, текстура 2, точно так же флипбук, здесь все практически не меняется, но у меня есть две текстуры, из которых я выбираю в зависимости от вот этого параметра, я взял random range, и, соответственно, с помощью нода comparison я сравниваю число от нуля до единицы с 0.5, соответственно, если меньше, выбираю вот это, если больше, выбираю вот это, и дальше все то же самое. И здесь важный момент, я выбираю как цвет, так и альфу, соответственно, тоже одинаково. А вот теперь, откуда у нас берется этот random range? Смотрите, я взял UV координаты, и после домножения я взял здесь floor, то есть после того, как я заскал UV координаты, я взял floor, то есть я откинул дробную часть, у меня осталась только целая часть, и эту целую часть я использую в качестве седа. Таким образом, для каждого тайла у меня будет свой сид, и свое рандомное число. Но помимо этого, поскольку я хочу менять рандомное число каждый новый кадр, я к этому сиду добавляю вот такую штуку. Я просто беру наше время, точно так же я беру от него floor, то есть я его округляю в меньшую сторону, потому что у меня будет число от нуля до единицы, потому что от нуля до единицы у меня будет происходить вся анимация, а соответственно, с увеличением целой части у меня будет увеличиваться шаг анимации, то есть 0 это прошел первый цикл анимации, 1 второй цикл и так далее. После этого я просто ее добавляю к этому вектору, кстати говоря, это вектор 2, и вектор 2 можно использовать в качестве седа. Соответственно, это я использую в качестве седа для того, чтобы выбирать одну из этих двух текстур. Вот, и в принципе, здесь больше ничего такого и нету. Все то же самое, что и в прошлом шейдере. Абсолютно так. И соответственно, теперь вот этот материал, я выбрал соответствующий шейдер здесь, и вот у меня есть две текстуры, флибук 1, флибук 2, я могу соответственно их легко поменять, и у меня уже будет по-другому. Но единственное, что обратите внимание, я поставил другую текстуру из другого набора, у которого другая размерность, поэтому он скользит, и здесь нужно поставить правильный размер нашей текстуры, поэтому давайте я лучше вот так вот. Вот, например, так. Сюда я могу поставить вот так вот. И у меня будут, как видите, разные текстуры на полу шурехаться. Очень-очень прикольно получается. Давайте вернем, как было. Вот такой проект получился. Как видите, ничего суперсложного. Мы можем не работать и с высокополигональными моделями, хотя, как вы видите, сейчас у меня немножко уже подтормаживает, поэтому, конечно, лучше модели готовить. Но если у вас есть какая-то супервысокополигональная модель, которая вам необходима в сцене, вы можете поставить ее, ну, почему бы и нет. Ну и, соответственно, создавая разные шейдеры, создавая разные декали, вы можете, в принципе, делать довольно сложные штуки в Unity и рендерить их в реальном времени. Ну, практически в реальном времени, как я говорил, у меня здесь были подтормаживания, примерно, наверное, 10-15 FPS, когда я выводил Full HD, а когда я выводил 4K, делал тестовый прогон в 4K, у меня, соответственно, здесь получалось примерно полсекунды на кадр. Ну, в общем, все равно неплохо, да, по сравнению с Redshift, по сравнению с Mantra, тем более, это очень даже неплохо. Я здесь ничего не композил, я просто вывел мувик и, в общем, загрузил на Instagram для того, чтобы получать лайки. Ну вот, если остались вопросы, пишите в комментариях, подписывайтесь на наш канал, Telegram-канал, Telegram-чат, Patreon, все дела, все ссылки в описании, как обычно. До встречи в следующих уроках, будьте счастливы, работайте в Houdini и в Unity. Пока.